С 2016 года сотрудники Марфинской сельской библиотеки начали работать по муниципальной программе «Доступная среда». Маломобильным читателям теперь привозят нужные книги домой. Эта услуга очень важна именно для маломобильных групп населения, так как они особенно нуждаются в социальной интеграции, помощи, поддержке. В лице нашего библиотекаря они находят друга, собеседника. Пользователей услуг долго искать не приходится. То соцзащита порекомендует, то совет ветеранов, а то и сами потенциальные читатели находят информацию на сайте и звонят. Библиотекари приезжают к людям строго по графику. В месяц – два раза. Всего на сегодняшний день обслуживают 10 человек. Юрий Александрович признается, что читать книги из библиотеки любит вся семья. А с особым трепетом ждет визит Раисы Алексеевны Ирины Александровны, которые всегда привозят интересные сказки и журналы его старшая внучка Катя. С одной стороны, то, что книги тебе привезут, не надо самому ходить. А другое, вот для ребенка, для ребенка – это лишний раз общение, они с ней всегда поговорят. Тем более, мы как-то здесь, знаете, по-деревенски немножко живем, мы все друг друга знаем. Вот она, Катя всех знает, она девочка взрослая, ей уже 16 лет, она все понимает, всех знает, она всегда ждет. Больше всего дети любят сказки, подростки предпочитают энциклопедии, справочники и журналы. А вот более мудрые читатели чаще всего выбирают классику. Галина Анатольевна, вот вам, как вы, корреспонденцию, приусадебное хозяйство любите, работницу, все журнальчики. Галине Анатольевне Смирновой скоро 80. Более 20 лет она была председателем общества инвалидов Федоскинского поселения. Сейчас увлеклась книгами и журналами. Сначала читала классику у меня из своих, очень книг много. Потом, это сама сейчас, конечно, я в основном вот проусадебные вот это, да, вот такие вот, знаете, вот. Люблю, когда вы пишете, мы Тищинские читаем все газеты. Сначала в этом здании была церковно-приходская школа, а в 1966 году открылась Марфинская сельская библиотека. Сегодня в ее фонде хранится около 17 тысяч книг. Более двух тысяч марфинцев читают их. Александр Александрович, Сергей Федоров, информационная программа «День». «День». «День».